всем привет сегодня у нас 25 января суббота у меня выходной вот решила показать вам какая погода у нас только что шел такой очень сильный снег метель 0 градусов нет сейчас сейчас уже поменьше но все равно идет еще свет ой какой сильный ветер а тучки какие колоритные то солнышко светит то такие тучи набегал на фоне черного леса снег у меня тут подоконнике немножко снега намело но это я уже скинула половину смотрите на градусники снег 0 градусов такая вот метель сейчас вроде уже потише стало короче пока я ходила за телефоном снег закончился а здесь я сварила вот такие вот щель из свежей капусты с курочкой такие в общем то уже сварились ну пусть еще постоят на горячей плите постоят доходит в принципе где-то за час сварила я так думаю что надо чтобы они еще постояли немножко так стоят ну я уже выключила здесь все так здесь у меня остатки курочки вечером пожарю курочку и рис отварю посуду помыть надо такие вот дела сегодня у нас 25 такой у меня шикарный календарь с пантерой не с пантерой а с этой с леопардом эти точки какие-то джиотические ой календарь свалился ладно потом боюсь одной рукой все равно не удастся так ладно ребятушки на сегодня пока все может быть еще что-то поснимаю ближе к вечеру погодка конечно видите погода похожа на мартовскую вот только что был снег метель но принципе он еще идет и уже уже такое это такое небо уже видите как с одной стороны темно с другой стороны темно а по центру вот такое просветление на небе такая погода как будто мартовская вот когда то солнце то снег вовсе не январская похоже на весну на март как будто уже март месяц и ступит вот такой свежий воздух пока хорошо на работе сидишь целый день до хотели здесь хоть можно свежим воздухом подышать дома окно открыть надо будет вечерком погулять сходить сейчас немножко снега наметет сейчас мы пообедаем супчиков поедим часиков шесть наверно выйдем прогуляемся на улицу может вечерком еще что-нибудь поснимаем принципе мне же надо видишь куда снимать значит вечера может еще на 5 минут что-то с его суббота выходной день сидим дома с утра проснулись попили кофейку окно закроем попили кофейку потом поели яичницу омлет жареным луком потом как-нибудь покажу как я это делаю а мой сын тоже любит яичницу жареным луком потом покажу как он это делает научился яичницу жарить не за уметь ли он что-то еще готовить ну яичницу научился делать такая вот погодка у нас сидим дома погладила три комплекта белья но одно-двух спальня и одну одна спальня два с половиной полтора так скажем в общем чуть сегодня дело толком только вот белье погладила в общем нужно мне еще сегодня сегодня еще мыться пойду в душ ванную может быть залягу полежу там немножко но это вечером сначала мы погулять наверно сходим а потом еще буду готовить надо будет рис сварить мультиворки и курочку пожарить я вот думаю курочку можно было бы конечно духовке запечь на во первых там уже не курочка половина но принципе там мало курочки осталось там только ножки и грудка там чуть-чуть принципе там что там за духовку ставить уже нечего так что наверное все таки на сковородке пожарю если целиком то можно было духовке очень ладно ребятушки всем пока до вечера пока 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 так время 5 вечера мы только собираемся обедать такой вот супчик булочки с отрубями и чеснок вот такой вот обед жаль кружки разные одинаковых нет так будем есть щит курицей на обед так надо еще надо еще сметанки положить немножко вот такие вот дела супчик доварился можно его уже немножко стоит я его уберу холодильник а вечером буду жарить курочку и рис сварю ну ладно всем пока до вечера вот и вечер на улице уже темно хотела вам показать как у нас на улице вечерком вот 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 Небо, конечно, красивое. Но четкости нет. Еще раз всем добрый вечер, 20.35, готовлю ужин. Вот здесь у меня жарится такая курочка. Ну просто на растительном масле чесночок обжарила и вот там сейчас курочка. Ну соль, перец, все как положено. Но курочки тут мало, всего половинка, поэтому на сковородке. Если бы была целая, я бы в духовку засунула. В общем, курочка почти готова. И курица у меня будет вот с таким рисом. Рис получился рассыпчатый более-менее. Почти как плов, только мясо отдельно. А это просто рис тоже с морковкой, с луком. Сначала пережарила в мульцеварке морковку с луком. Потом туда засыпала рис и залила водичкой. Ну так по минимуму. Вот такой рассыпчатый рис получился у меня. Так что все. Ужин почти готов. И мне есть, что взять на работу завтра с собой. Курочку с рисом возьму. Завтра короткий день. На один раз пообедать мне хватит куриться с рисом. Ну кофейку там еще попью. Так что еда у меня есть на завтра. Так, сегодня 25 число. Татьяна, день. У меня племянница Татьяна. Я ее уже поздравила по телефону. Ну и не звонила. Так написала сообщение. Завтра у нас воскресенье. Я работаю с 6. В понедельник отдыхаю. Во вторник работаю. В среду отдыхаю. В четверг работаю. В пятницу отдыхаю. Потом первое число. А мне на работу какого? Первого. Значит, я на следующей неделе работаю вторник, четверг, суббота первого. И с февраля я по нечетному буду работать. Так, значит, следующая суббота у меня рабочая. А на этой неделе воскресенье рабочий день. Ну вот понедельник. Наверное, в эфир я выйду, скорее всего, в понедельник. В среду навряд ли. Может быть, еще в пятницу. Это на следующей неделе. Если очень повезет. Три раза выйду. Понедельник, среда пятница. Посмотрим. Так, курочка у меня почти сварилась. В принципе, я могу ее уже выключить. Она так дойдет. Все, выключаю. Ужин у меня готов. Сейчас пойду монтировать видео и выкладывать. На улице уже темно. В общем-то, уже все. Ночь на кухне, кстати, надо проветрить. Единственное, что я сегодня не успела, я не прошла на прогулку. Но зато я успела помыться, так сказать, в душе. Не стала уж ванну набирать. Каждый раз, если набирать, то это сколько воды надо и сколько денег. Я мылась в прошлый выходной в ванну набирала. Все. На этот раз так в душе. Так что завтра с утра голову мыть не буду. Я ее вымыла с вечера. Это немножко сэкономит времени. Можно будет в фитра не дергаться. Еще не столько... Не так трудно голову, конечно, помыть с утра. Сколько трудно ее, чтобы она просохла за полтора часа. Я стою пол седьмого, в восемь выхожу. То есть за полтора часа, ну в восемь-пятнадцать иногда выхожу. Ладно. Тем более завтра воскресенье. Можно не торопиться. Народу мало будет в транспорте. Люблю в воскресенье. В транспорте никого. В метро тишина. Вообще тихо, спокойно. Народа мало. В воскресенье на работу мало кто едет. В метро только те, кто работают с утра в воскресенье. Народа мало. Люблю короткие дни. Особенно воскресенье. Потом у меня рабочий день во вторник. Тоже короткий день. В понедельник, скорее всего, у меня будет много всяких дел. Надо будет в трансляции выйти, в магазин сходить, в квартире убраться. В понедельник у меня всегда самотошный день. Загруженный полностью. Так что завтра я работаю. Ну так у меня получается, что на работе я отдыхаю от домашних дел, а дома отдыхаю от работы. А вот так, что просто отдыхать ничего не делать, у тебя практически не получается. Постоянно какие-то дела, готовка, уборка. Ну уборка, ладно, там хрен с ним. Я практически раз в неделю убираюсь по понедельникам. А так иногда пыль смахиваю еще где-то что-то там. Ну там прихожки могу вымыть возле дверей и все. Но готовить-то надо, готовлю через день практически. Я когда на работе, я конечно не готовлю. Но бывает так, что мало приготовлю, потом после работы приходится там кашку какую-нибудь сварить по-выстрому. Ну вот как вчера, например, с собой-то пришла в десять, есть нечего. И давай быстренько кашку варить. Так что поужинали вчера в одиннадцать вечера перед сном где-то. Чуть ли не полденадцатого ночи. Вот такие вот дела. Ладно, всем пока до понедельника. Завтра я навряд ли что-то буду снимать.